МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и дневной выпуск информационной программы Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Во время делового визита в Республику Беларусь делегация Чуваши во главе с Михаилом Игнатьевым посетила Минский автомобильный завод. МАЗ – это легенда когда-то общего советского автомобилестроения. Машины с зубром на капоте можно было видеть во всех российских дорогах. Союз давно распался, а завод остался. Остался опыт, репутация, обширная номенклатура. Сейчас на МАЗе выпускаются более 500 различных моделей, в их числе большегрузная автомобильная техника, пассажирские автобусы. Все они работают как на дизельном топливе, так и на природном газе. Белорусские машины покупают все страны СНГ. Главе Чувашии показали все модельные ряды и подробно рассказали об отдельных преимуществах. Внимание Михаила Игнатьева привлекли новые автобусы. То, что появляются новые автобусы, новые модификации, экономичные, это очень здорово. Глава Миннека Владимир Аврелькин тоже не удержался и побывал в кабине МАЗа. Масштабы впечатляют. Особенно заинтересовал мусоровоз газовый, на газовом оборудовании. Почему? Потому что в республике тоже принята программа по утилизации отходов, ну, как бы, наверное, как и во всех субъектах. И достаточно большие расстояния приходится переделивать мусоровозом, да. И понятно, что все затраты, они ложатся на тариф, на население. Что вот как-то вот компенсировать, облегчить. Вот эта техника для нас, она является актуальной. Поэтому по приезду в республику мы будем разговаривать с жилищно-коммунальным хозяйством, городских администратор, для того, чтобы попытаться вот такую технику увидеть в себя на дороге. Завод развивается, переходит на современные технологии, сертифицирует продукцию по международным стандартам. Председатель правительства России Александр Хлопонин провел селекторное совещание с регионами страны по поводу пожароопасного сезона, наступившего в лесах России. В видеоконференции принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Открывая совещание, председатель правительства уделил особое внимание сложившейся чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае. В этом контексте важно понять, насколько обеспечены регионы спецтехникой к предстоящему пожароопасному сезону и получили ли компенсацию пострадавшей от пожаров в прошлые годы субъекта Федерации. Основной причиной пожара леса правительство считает неконтролируемое сжигание сухой травы перед новой посевной. В связи с чем от МЧС поступило предложение о полном запрете сжигания травы в регионах. Чувашская республика к пожароопасному сезону готова. Утверждены планы тушения. Отработаны вопросы о привлечении силы средств МЧС и ГКЧС в случае чрезвычайной ситуации. Проложены маршруты наземного и воздушного патрулирования лесов. Составлен график проведения тактических учений. Проверена готовность более чем 100 единиц техники. Александр Гаврилов, Сергей Репчиков, Республика. Вопросы дальнейшего развития инвестиционного проекта «Этническая Чуваша» и будущее Лакреевского леса столичной зоны отдыха обсудили на заседании Межведомственного совета по развитию туризма в Чувашии. Работа по созданию инфраструктуры этнокластеров «Ясна» в Чебоксарском районе и «Амазония» в Чебоксарах выполнена на 95%, сообщил министр культуры Вадим Ефимов. Коммуникации подведены, ждут испытания, территории нуждаются в дальнейшем благоустройстве. В частности, остаются открытыми вопросы о прокладке дорожного полотна, строительстве административных зданий, дальнейшего привлечения частных инвесторов в обустройство территорий. Глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков рассказал о развитии Центрального парка культуры и отдыха Лакреевский лес. Центральная его часть была сформирована еще в 60-е годы прошлого века. Морально-физически устаревшие аттракционы, административные, хозяйственные и санитарные постройки требуют реконструкции. Представлены проекты строительства новых административных зданий, объектов общественного питания и развлекательных комплексов. В планах города обустройство прогулочных зон для отдыхающих, спортивных и игровых площадок, велодорожек. Словом, всего того, что удачно разместиться в зеленой зоне, не причинив ей вреда. Александр Гаврилов, Николай Яковлев, Республика. В селе Шоршило вспоминали о своем легендарном земляке и честовали школьников. Отряды юных космонавтов собрались на республиканском слете вот уже в 11-й раз. А накануне здесь состоялся и традиционный велопробег. Эта аллея героев на территории мемориального комплекса Андреяна Николаева была открыта в прошлом году. На ней собрали портреты всех тех, кто покорил Вселенную. В каждом российском регионе в День космонавтики вспоминают о своих героях. За 54 года к звездам отправились более 100 россиян. Но тогда в Советском Союзе все это казалось за грани фантастики. Каждый полет для первого отряда космонавтов был настоящим подвигом. Гагарин провел на орбите 108 минут, титов более суток. А Андреану Николаеву удалось более 60 раз обокнуть земной шар. Это был первый групповой полет. Именно тогда космонавты провели эксперименты с радиосвязью. Чувашский сокол и его звездный брат Павел Попович стали героями Советского Союза. Великий легендарный сын Чувашского народа поднял на другой уровень в мире название Чувашской республики. Много можно говорить об Андреане Григорьевиче Николаеве, но я хочу сказать, он всегда трудился, не жалея себя. Все ответственные поручения, когда он был уже космонавтом, поручали ему. Кроме него, у нас еще два космонавта Николай Бударин, Муса Монаров. Они приезжают, мы проводим разные встречи, разные мероприятия. Эффективно развивается у нас республиканский отряд юных космонавтов. На ежегодный слет приехали лучшие отряды со всей республики. Их количество в регионе увеличилось в разы. По традиции, именно здесь, на родине космонавта номер 3, чествуют лучших из лучших. Неизменный ритуал этого слета – прохождение отрядов торжественным маршем. Мы участвуем в различных митингах, посвященных первым мероприятиям. Встречаемся? Встречаемся с космонавтами, они ежегодно приезжают к нам 5 сентября. Проводим различные конкурсы на знания космоса. В честь своего легендарного земляка в Мариинском посаде организовали выставку «Дорогой к звездам» и планируют устроить традиционный заплыв через Волгу. Дмитрий Ховалев, Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В подразделениях МЧС России Почувашии прошла общественно-патриотическая акция «Знамя Победы». В мероприятии, приуроченном к 70-летию Великой Победы, приняли участие сотрудники ведомства, фронтовики и представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. По-настоящему, на самом деле, вот это «Знамя Победы» и это мероприятие, в первую очередь, это воспитать подрастающих поколений. Они знали, как их деды, бабушки воевали, как было тяжело. Вот это их заслуга, их труды. Просто хочется еще раз, еще раз подчеркнуть и подсказать молодежи, как было трудно. К 70-летию Победы 70 добрых дел. До праздника сотрудники Центра социального обслуживания населения города Чебоксары планируют навестись как можно больше ветеранов, инвалидов и вдов-участников Великой Отечественной войны. Накануне гостей принимал Александр Михайлович Зюзин. На фронт Александр Михайлович попал в 1944 году, служил связистом и дошел до Берлина. Был у поверженного Рейхстага. Сегодня его грудь увешана медалями, но тогда в бою о наградах он со своими товарищами даже не задумывался. И сегодня, обращаясь к молодежи, он говорит совсем о других ценностях. Самое главное, надо быть человеком. И надо любить свою родину. И честно служить. И все. Спустя несколько лет после войны Александр Зюзин приехал в Чебоксары и остался жить здесь. Теперь считает республику своим домом. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Своё понимание слова «мир» пытаются выразить юные художники нашей необъятной родины. В рамках партийного проекта «Детские сады детям» стартовала акция – конкурс детских рисунков, посвященных 70-летию победы под названием «Дети России за мир». С 30 по 9 мая в интернете формируется фотогалерея детских рисунков. Маленькие граждане страны изображают, как они видят мир, дружбу, родину. А все желающие могут зайти на сайт, познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся. Идея художественного соревнования родилась в Воронежской области. Её поддержали и родители, и педагоги, и ветераны Великой Отечественной войны, которые на протяжении всего конкурсного периода будут посещать детские сады. Кстати, Чувашская республика не стала исключением и также принимают участие в конкурсе. Что касается Чувашских деток, то действительно они у нас принимают участие. И буквально уже вот в эти дни у нас стартует голосование. Поэтому очень здорово, чтобы вители Чуваши поддержали и деток Чувашской республики и показали своим голосованием, что очень важно, чтобы в Москве в итоге были представлены и отобраны рисунки из республики Чуваши. Конечно, нам очень приятно, что сегодня в этих рисунках уже около 10 тысяч. Очень важно сегодня детям рассказывать о том, что такое мир и как тяжело добиться мира. Потому что каждый день мы занимаемся своими делами, заботами и не думаем о том, что 70 лет назад, потому что мы отвечаем за 70-летие победы в этом году. И 70 лет назад ценой миллионов жизней миллионов человек был достигнут мир. География конкурса достаточно обширна. Своё художественное нет войне могут сказать не только россияне, но и дети Украины, Молдовы, всего СНГ. Все рисунки ребят будут представлены на региональных выставках. Их приурочат к праздничным мероприятиям в честь 9 мая. А работы победителей поедут в Москву. Ознакомиться с ними жители и гости столицы смогут на выставке «Дети России за мир» в мае-июне. А пока заходим на сайт детезамир.ер.ру и голосуем за работы юных земляков. Я поэт, этим и интересен, об этом и пишу. В Чебоксарском камерном театре готовится премьера спектакля по автобиографическому произведению Маяковского «Я сам». Путь поэта – это тайна, которая становится явью в его произведениях. Владимир Маяковский известен особым стихотворным стилем, где он раскрывается как революционер и пророк нового времени. А вот лирика Маяковского не настолько популярна. Режиссер Чебоксарского камерного театра Игорь Милосердов решил показать на сцене постановку произведения Маяковского «Я сам». Это спектакль не какие-то сенсации из жизни всем известного поэта. Это как раз, наоборот, возврат к Маяковскому как к лирику величайшему. Моя задача как режиссера и задача нашего театра – вернуть величайшего лирика. Потому что поэт настолько мощный, настолько нежный, настолько ранимый, настолько сильный и искренний. И поэтому спектакль, в общем-то, называется «Развечите представиться, Маяковский». Премьера спектакля состоится уже в среду, 15 апреля, в Камерном театре в 19 часов. Каждый год в апреле в столице Чувашии проходит Международный балетный фестиваль. Какие сюрпризы для зрителей Чебоксар подготовило балетное сообщество в этом году, узнаем из нашего следующего сюжета. Долгожданные премьеры и встречи с уже знакомыми спектаклями. В этом году программа 19-го Международного балетного фестиваля обещает быть яркой и насыщенной. За пять дней Чебоксарские зрители увидят «Бессмертное лебединое озеро». Балет «Дон Кихот» – главной роли в котором сыграют солисты Мариинского театра. Нас ожидает Бахчисарайский фонтан. Премьеру спектакля готовят нижегородские коллеги. А откроет фестиваль «Боядерка». Впервые за 10 лет знаменитый балет снова покажут на сцене театра. Это масштабный, крупный, живописный спектакль с большим количеством персонажей. Я думаю, что он интересен будет и не только гурману и любителю, но и любому зрителю. По уже сложившейся традиции в Чебоксары приедут гости не только из других российских городов, но и из-за рубежа. Коллеги с Франции, Англии и Италии. Все они примут участие в постановках и в традиционном гала-концерте. Фестиваль – это своего рода мастер-классы. То есть ты знакомишься с другим стилем, ты знакомишься с другим почерком. Конечно, ты сам подтягиваешься и черпаешь что-то для себя бесконечно. Мы наблюдаем за нашей публикой, мы наблюдаем, как наша публика развивается, сколько наша публика стала меломанами, насколько они тонко чувствуют балетное и оперное искусство. Как отмечают специалисты, балетное искусство в Чувашии находится на достаточно высоком уровне. Для его поддержки проводятся не только такие фестивали, но и организуются различные гастроли по городам России и зарубежью. В планах театра и создание собственной балетной школы. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Проект «Отличные студенты» продолжается. Главина конкурсов уже позади. По итогам прошлых серий лидирует команда Чебоксарского медицинского колледжа. Что ждет участников программы сегодня? В прошлой серии студентам было необходимо побороть свои страхи перед насекомыми. На самом же деле участникам проекта предстояло всего лишь съесть мармеладных червяков. Сегодня командам предстоит биться за победу с оружием в руках. Смотрите проект «Отличные студенты» сегодня в 20.30 на Национальном телевидении. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика». Он выйдет в эфир в 20.00. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова